Друзья, очень вкусный и простой пирог делаем вместе с вами. Значит, смотрите, что у меня тут. Так, я муку еще не успел пересыпать. Вот, мука. На подпыл, на подпыл. Ух ты, у меня тут муки-то как раз, на подпыл только и осталось. Далее по плану. Молодая капуста, небольшое количество. Я ее успел уже нарезать до начала ролика соломкой. Теперь нужно ее нарезать кубиком. А может и не надо нарезать кубик, а может соломкой оставьте ее. Капуста молодая, но она какая-то странная. Такой лист у нее нестандартный. Может сорт капусты. Какой-то сегодня купил, такой думаю, еще я говорю продавцу. Это же не молодая, они говорят. Не, вот старая, вот смотрите. Показали мне старую, там вообще камень. Я говорю, нет, давайте тогда молодая. Хоть и чуть дороже, но зато вот помягче, повкуснее. Мне задача главная была в чем. Молодая капуста быстрее всего готовится. Ну, тушится, да. Значит, капусту подрубили. А наше окорочок, который у меня остался от знатного ужина. Вчерашнюю ко мне приходили гости. Мы готовили азиатскую кухню. Вау! Было бомбически. Нужно снять с косточки, ну, соответственно, и порубить. У кого есть топор, рубите. Я всегда призываю, вот смотрите, можно взять филе, да, а можно взять ногу. Ну, окорочок целиком. Когда вы хотя бы 5-6 раз снимите мясо с окорочка. Во-первых, косточки можно все время складывать в пакетик, прятать в морозилке. И в итоге вы сварите прекрасный бульон на костях, да. Но каждый раз, когда вы снимаете мясо с кости, вы повышаете свой уровень и изучаете анатомию курицы. Для вас это становится все легче и легче и легче. Нож начинает работать сам. Вы можете в это время разговаривать, читать, слушать музыку, еще что-то делать. Вообще все равно уровень вашего образования гастрономического повышается. Косточки собираются. Новая сковородка появилась. Чистая сталь с покрытием. Тестирую несколько, смотрю, как себя ведет тот или иной материал. Ну, потому что многие пишут, мол, когда вы снимете там тест про сковородки. Ну, сниму, я к этому готовлюсь. Вы думаете, что за неделю взял прям и все протесты со сковороды? Нужно же смотреть, как вы их моете, как они хранятся, как остается после воды развод. Вот, убирается ли развод, есть ли нагар, обгар, цвет меняют или еще что-нибудь. Масса всего. Так за один раз нельзя взять и написать какой-то обзор. Значит, смотрите. Сталь. Я уже говорил в ролике про сковородки. Мне нравится чем? Быстро нагревается, быстро остывает. Проблем нет. Вообще самое подходящее. Типа все вот эти вот понты, там, типа толсто дно, это все не надо. Для определенных целей, для обжарки в частности, мне нужно, чтобы она вот, пока говорил тут, она уже готова. Смотрите, помельче режем курицу. Во-первых, нам в пирог ее укладывать будет удобнее, если будут кусочки мелкие. Во-вторых, она быстрее обжаривается. В-третьих, она же будет вместе с капустой еще какое-то время томиться. Будет вкуснее. Ну и заодно косточку, которую мы тут оголили. Но в этой сковородке единственной, чистая сталь, да? Масло наливаешь, чеснок бросаешь, и масло кипит вместе с чесноком мелким пузырьком. Не понимаю, почему. Первый раз вообще такое встречаю, среди сковородок. Чтобы масло кипело. Ну вот, оно же везде нагревается до высокой температуры. Но чтобы пузырями шло, первый раз такое вижу. Причем одно и то же масло, на другой сковородке не пенится, но это пенится. Оп, соль. Дальше все по плану. Горелочку для вкуса. Из курицы выделяется жидкость, она соприкасается с маслом. Масло взрывается, а огонь воспламеняет. Капусту. Косточка там для чего? Ну не выбрасывать же ее. У меня нет, например, морозилки. Я не могу сохранять. Я поэтому использую ее сию секунду для получения максимального вкуса. Так сказать, в простом, в простой начинке для пирога. Без чеснока нам никуда. В условиях нестабильной медицинской ситуации чеснок добавляем даже в чай. Иммунитет, говорят, сильно повышает. Лук сюда не добавляю. Добавляю вместо него чеснок. Чуть отвернулся, начинает румяниться все. Значит, теперь мы с помощью курицы насыщаем капусту куриным мясным вкусом. Здесь у нас и чеснок пошел, и все на свете. Вкусный аромат. Такая курочка с чесночком. Вот кто увлекается кухней, да, знают, что иногда не надо добавлять никаких ингредиентов. Никаких вообще. Просто курица, соль, чеснок. Пальцы съешь. Значит, обжариваем. Все это происходит у меня на сильном огне, несмотря на то, что сковородка такая опасная, в смысле пригорания. Ну, прям, вот, надо хорошенько это все обжарить. Теперь самый маленький огонь. Все, под крышечку. На самый маленький огонь пусть там капуста с курицей томится, а займемся тестом. Пуговка тоже любит пироги. Пришла поглазеть, понюхать, да? Ой, вкусно пахнет, как курочка с чесноком. Ой, как вкусно, да, Пуговка? Алиса, все, беги под стол. Нам надо с тестом решить все вопросы. Ну, что с ними решать вопросы? Доставим тесто. Один слой. У меня дрожжевое. Без дрожжевого не было. Видимо, вместе с гречкой в магазе выкупили все бездрожжевое тесто. Осталось только дрожжевое. Тут на ваше усмотрение. Каких-то особых предпочтений у меня нету. Я вообще планировал бездрожжевое использовать, но, увы, буду использовать дрожжевое. Но это неплохо. Видите, поднялось зато. Во-первых, нужно помешать. Во-вторых, выключить газ и оставить ее в теплой сковороде, в теплом контакте с курицей и косточками. Она должна немножко подсохнуть. Будет много жидкости, будет сильно течь. Этого не надо допускать. Жидкостью вы можете запивать чаем. Кто-то бутылочкой, кто-то чем-то, кто-то скалкой. Кто-то нормальный человек, кто-то скалкой. Конечно же, мы выдавливаем воздух из дрожжевого теста. Но в тот же момент мы раскатываем его только вдоль. Только вдоль. Куда ты едешь обратно? Стоять. Стоять. Вот смотрите, у нас должен получиться, по сути, вот такой прямоугольник. Господа, не будьте такими олухами, как я. Противень, на котором будете жарить пирог, достаньте заранее, потому что иначе в духовке горячо можно ухватить, обжечься. Значит, смотрим. У нас длина противня где-то вот чуть длиннее, чем рулончик. Что делаем дальше? Во-первых, проверяем, чтобы у нас тут ничего не прилипало. Во-вторых, смотрим, что у нас с начинкой. С начинкой вроде бы все неплохо. Косточки нам не нужны, их можно обглодать. Если у вас собачка не такая, как у меня, мои нельзя такие косточки. То можно отдать, если ваша собачка позволяет, кошечка, если есть такие косточки. Если у вас собака живет в будке на цепи на улице, то она ест все. Мой в деревне пес Мухтар, я помню тогда. Это брат Шубкин Григорий, любимый наш брат из Ачинска. У него, у отца, у деть Пети, были и сукой кобель восточноевропейской овчарки, чистокровные. И вот там вывелось потомство, и он их продавал, понятно. И вот нам почему-то достался, я не помню тогда, бесплатно, но такой. Немножко, как папа мой говорил, выродок. Восточноевропейская овчарка, но мохнатая. Мохнатая, блин, как кто-то там где-то поучаствовал. Там с бабушкой или с прабабушкой, видимо. Потому что они их держали в вольере, никуда не выпускали. Соседские псы точно не участвовали в производстве этого всего помета. Участвовал только папа. Ну, восточноевропейский пес красивый. Нам достался мохнатый, назвали его Мухтар. Так пришел стекольщик. Мы Мухтара заперли в будке такая была. У нас такая задвижка за щеколдой. И он, соответственно, тут села бочка рядом с будкой, метр. Он стекла резал на бочке и кусочки там отламывал, складывал. Короче, он стекла поставил, все забил, ушел, все убрал. А на бочке стекла, куски оставил. Потом, когда открыли Мухтара, мы никто, он же сам делал, как бы, мы никто и не вдомек. Слышу, блин, ну, что-то я по двору. А Мухтар такой. Чипсы жрет какие-то. Я такой думаю, в деревне какие чипсы, что за хруст. Поворачиваюсь, Мухтар. Он такой. У него крови сейчас языка хлещет. И он это стекло. Стекло жрет. У нас такой шок стекло. Как он его грызет, как сухари. Как оно попадает туда. Он же потом, ну, как бы, оно обратно должно выйти там как-то. Мы были в такой панике. Нифига. Жив потом остался. Вообще никаких проблем. Вот. Алиса не может есть эту еду. Я говорю, у нас собаки в деревне на цепи жили. Стекло жрали. Давайте. Значит, что делаем с начинкой. Начинку выкладываем вот сюда. В центр выкладываем начинку. В самый центр. Соли мало. Да, заметили, что без особых заморочек-то у нас рецептик сегодня. Если не считать Мухтара, который любил сжрать стекла. Один окорочок, капля капусты, чеснок обязательно. Да, соль, перец. Так, смотрите, что дальше. Значит, кусочки мяса нужно распределить так, чтобы тут ничего не торчало, не свистело. Вот так. И примерно, знаете, вот 3 сантиметра отсюда, 3 сантиметра отсюда. Все, вот так выложили примерно, чтобы и так ровно было, и так ровно было. Все, теперь заворачиваю. Листья базилика у меня осталось. Смотри, он вянет. Бывает такое. Ну, для ароматизации добавьте просто любой зелени. Хотите внутрь, хотите перед начинкой. Но желательно, чтобы начинка уже остыла. Чтобы у нас зелень не варилась до того, как мы ее отправим в духовку. У меня есть острая лопатка. Если у вас вдруг нету, где-нибудь надыбайте. Ну, так вообще пригодится. Знаете, что-нибудь отскрести там. С этой лопаткой меня и стали на них хотели выпускать. Громко ругались на таможне. Такие, типа... Это же оружие! Это же оружие! Это острая лопата! В общем, смотрите, что делаем. Делаем вот такие вот надсечки. Опа! Там как получится. Примерно одинаковое расстояние. В моем случае, удобно по ширине лопатки. Теперь, чтобы вся эта штука склеилась, нужно ее смазать яйцом. Значит, вот у нас яйцо. Вот у нас капли молока. Можно без молока. Ну, если вы с утра селедочки с молоком бахнули, потом уже клубнику можно не мыть. И все это вместе еще с водичкой смешиваем. Каплю. О! Прям там ложка одна столовая. Того и другого. Ну, вот так научили мне. Я так люблю вот этот лизон делать с молочком чуть-чуть. Кто-то желток с молоком просто использует. Мне здесь много надо его. Поэтому я его чутка разбавляю. Знаете, он не такой плотный становится. И удобно потом накрывать. Начинаем вот отсюда. Для чего это? Для того, чтобы приклеивалось тесто друг к дружке в самом начале. Получается внутренняя сторона. В принципе, наверное, даже можно было бы и водой. Закрываем. Закрываем. И все остальное так же. У нас получается, что остаются слои, ну, дырочки между ними. Во-первых, выходит воздух. Во-вторых, остаются некие такие, знаете, отходные пути для... Как это называется? С другой стороны должны. Косичка у нас будет с той стороны и с этой. Вот так. Аккуратно. Поглубже. Чтобы кончик у нас не торчал. Так, теперь противень. Вернее, бумагу на противень. Противень на бумагу. Опа-опа-опа-опа. Опа-опа. Далее, по плану. Что делаем? Правильно. Смазываем весь пирожок сверху донизу. Чтобы румяный стал. Такой пирожок косичка. Мумия еще в простонародье называется, да. Слушайте, ну вот из этих штук вот можно... Мы обычно делаем что? Мы делаем вот так вот. Скатываем шарик какой-нибудь. Ну и типа там... Чуть как вонжуто сыпем. Как, знаете, он когда запекается ореховый вкус. Как лепешка узбекская такой. Все. Это в духовку. 180 градусов ровно. 15 минут. Время условно. У всех духовки разные. Поглядывайте во время запекания сквозь стекло. Чтобы не горело. Бывает такое, знаете, с одной стороны фигачит. Уже угол черный. Все остальное еще не... Значит, можно вращать. Главное не допустить сгорания. Должен быть румяный, но не коричневый. Дин-дон. Так. Давай, переходи. О. Ну и можно, конечно, и без бумажки. Ну что? Все очевидно, понятно. Значит, здесь тесто, здесь. Тесто тут тесто. Снизу что у нас? Ой, шикарный какой. Сверху что у нас? Ой, шикарный какой. Зараза. Воздух оттуда надоел. Палец обжег. Ну что ж, погнали наши городских. Вот он. Смотрите. Ах, великолепный. Ну что, потекли слюни? Пора готовить. Тесто замороженное, я наверняка уверен, у каждого второго из вас лежит в морозилке. Капусту можете заменить на любые овощи, а курицу на любое мясо. Но с капустой и курицей будет вкуснее всего. Все очень просто. Три ингредиента. Пожалуйста, готовим. Горячее просто очень. Капуста и курица это два самых русских ингредиента на сегодняшний день. Вкусно. Детям забава заплетать косичку. Он такой простой из нескольких ингредиентов. Самое главное, недолго. Рассаж готов. Приятного аппетита. Всем низкий поклон и привет.